Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, раскрываю секрет соления огурцов, которые простоят не только эту зиму, но и следующую, и порадуют вас хрустящим, отменным вкусом и ароматом. Этот рецепт соления использовала на протяжении всей своей профессиональной деятельности моя бабушка, а она всю жизнь отработала в столовой. Как вы поняли, по этому рецепту засоливают огурцы моя мама и, естественно, засоливаю уже их я. Что нам потребуется для того, чтобы засолить прекрасные огурцы? Собственно, огурцы. 100 граммов соли, обычной не ядированной, не фторированной, обычной поваренной соли. Также 6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка горчичного порошка, традиционно лист хрена, порядка 10-12 листьев вишни, порядка 6-8 листьев черной смородины, пару зонтиков укропа. Для того, чтобы использовать и маленькие огурцы, и побольше огурцы, чтобы ничего не пропадало в хозяйстве, сначала мы выбираем огурцы побольше, будем их расставлять по низу банки, а затем более мелкими огурцами докладывать банку доверху. Вот это можно увидеть на той банке, которая с прошлого года стоит у меня на столе. А начинаем мы с того, что в подготовленную чистую банку на дно помещаем около 8 листьев вишни, помещаем 4-5 листьев черной смородины, даже можно 6. Обязательно укладываем укропный зонтик и все это хорошенечко приминаем. После этого по кругу, выбирая более длинные огурцы, расставляем их аккуратно в банке. После того, как мы расставили по округу нашей банки более длинные огурцы, не забываем положить в пространство, которое образовалось между ними, 3-4 зубчика чеснока. Также можно доложить оставшиеся листья вишни, также заполнив вот эти вот пустоты, потому что, как бы мы ни укладывали наши огурцы, все равно пустота образуется. Оставшиеся листья черной смородины и, если остались, немного там соцветий укропа. И затем приступаем к укладыванию более мелких, стандартного формы и размера огурцов в нашу баночку. После того, как наша банка максимально утрамбована огурцами, мы докладываем оставшийся чеснок, это порядка 3-4 зубчиков, 100 граммов соли, в моем случае это традиционная советская рюмочка, которая ровно 100 граммов. Немножечко просыпаем соль, чтобы у нас просыпалась в пустоты, которые еще остались. И аккуратно проливаем водой. В моем случае это кипяченая, холодненькая водичка. В вашем случае это может быть любая вода, которой вы доверяете. Есть вода хорошая из скважин и других каких-то источников. После того, как мы засыпали соль и залили воду, мы возьмем капроновую крышечку, накроем нашу банку и постараемся ей помочь растворить соль. Такими вот незамысловатыми движениями. Делаем это несколько раз для ускорения процесса растворения. Затем открываем крышку, лист хрена укладываем под самую крышку, с самого верха банки, и сверху засыпем ровно 1 столовую ложку горчицы. Сухой обязательно, без верха можно, и насыпаем прямо на лист хрена. Все. Больше никаких переворачиваний, никаких потрясываний. Наша огуречная банка отправится в такое ведро, потому что будут протекать процессы брожения, квашения. И мы поместим нашу банку в ведре в холодное помещение на 3-4 дня. После того, как у нас огурцы пройдут все этапы квашения, мы достанем, обмоем баночку и поставим ее на хранение. Для чего в нашем случае понадобилась горчица и хрен? Эти два растительных компонента обладают отличнейшими фитонцидными свойствами, которые губительно действуют на различного рода бактерии, поэтому ничто и никто не будет мешать нашим огурцам храниться на протяжении не одного года. Поверьте. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Надеюсь, этот простой рецепт позволит вам, получая такие же хрустящие огурцы, как и у меня. До скорых встреч!